всем привет сегодня пришел с охоты добыл двух селезней уже как бы распотрошил и собираюсь готовить шурку в афганском казани вот он красавец 15 литровый казанчик все получается очень вкусно можно готовить не как вот я на улице на печке можно готовить где угодно на газовой плите на электроплите даже на этих новых индукционах но надо просто под низ подложить там какое-то стальное в кольцо или еще что-нибудь чтобы от него передавалось тепло чугунку потому что сам он не будет нагреваться алюминиевый все-таки 15 литровый то есть закладка на две третье объема ну на 10 литров еды можно приготовить так что у нас сегодня по ингредиентам чтобы сделать шурку из утки ну само собой утка картошка лук морковь перчик сладкий ну и приправы перец карри куркума ну соль по вкусу само собой ну и вода праздниковая итак начнем я тут еще немножко порубил в ней селезней еще осталось немножко чуть помельче сделать их мясо очень хорошие жирная когда разделал наш жир тёп жалко было хоть бутылку собирать такой прозрачный светло-желтый напитались они на озерах на охотники теперь их употребляем в пищу я как бы много не стреляю так на покушать без фанатизма то многие поедут на охоту стреляет там два десятка то и более куда это потом ну ладно забил ты там морозилку поехал ты в следующий раз на охоту еще два десятка куда то еще и во всякого завалях там на тонну на такую низко там е-мое кабанчик тоже там пару сотен килограмм куда вы столько мяса люди опомнитесь берите столько сколько вам надо сколько может употребить не надо уничтожать все как будто полезная и вкусная еда красное мясо даже краснее чем у говядины само собой вкус такой интересный кто пробовал тот знает круто объяснять на видео не передашь запахи и вкусе может быть когда-нибудь технологии шагнет вперед будут стоять какие-нибудь не знаю типы ингаляторов которые будут выпускать запах выпрыскивать в соответствии с видео конечно да смешно может дойти запахи разные бывают вот тут как бы килограмм чека полтора будет утиного мяса сейчас еще по-быстрому почищу картофана так печеночка тоже моя любимая тоже вкус дает очень хорошо ну и прям жир прям конкретный кусок жира вот селезень жирный был вы не поверите забыл я буду руки поймать так лапки я помыл возьмем тему за картошку по-быстренькому почистим тут скоро стемнеет 1525 на командирских в принципе через час будет темно уже как бы темнеть северная сторона е-мое в эту пору года нифига не успеваешь встаешь темно что-то подвигался вроде бы вроде как быстро рассвело туда-сюда оба обед еще чуть-чуть еще закат солнца за деревья зашло все похолодает ну и потом как рубильник выключить свет все темнота тут снимал видео как я подготавливал уфганский казан тоже начал засветло закончил за темно хотя времени заняло там сейчас ну вот так вот я быстренько сейчас оприходу и картофан вы пока попейте чайку или еще чего покрепче и потом продолжим ну вот не прошло и полгода картошка почищена я взял три луковицы уже подготовил видимо от жадности достаточно в принципе двух вы бы наверное сказали не чтоб мяса добавить ну или на худой конец картошки а то лука ну в общем нарезаем лучок кому как нравится кто полукольцами кто помельче я как бы вот полукольцами нарезал ну и потом еще немножко его так вот постругаю раньше в детстве мне в принципе лук не нравился особенно супер бывает поймаешь вареный лук фу блянд角 ис какой жареный тоже не нравился единственное мне нравилось когда он реально конкретно жареный такой чуть ли не до сухого состояния да вот это мне нравилось сейчас в принципе жареный лук мне нравится еще мне нравится этот маринованный который на мангале после там шашлыка барбекю вкусный вареный до до сих пор как и не особо поэтому я когда суп и варю я делаю зажарки обжариваю лук добавляю морковь обжариваю ну и потом уже когда суп практически готов там минут пять до готовности вот тогда я туда его добавляю тогда получается вкусненько дает свою изюминку сразу чтобы он был там вареный плавал большими кусками склизки это не мое свежий люблю тоже да бывает черный хлеб кирпичик лук ну и банка сметаны так лучок по стругам скидываем и вот сюда есть так морковка морковка тоже такими можно сказать кусочками как и лук можно даже колечками я скажем на четыре части разделы морковку и потом ее пошинкую некоторые не заморачиваются берут крупную терку и на крупной терке и потом тоже ублюдо тоже как вариант так морковка тоже вместе с лучком следующая пока все почистишь порежешь кучу времени проходит подготовительные операции всегда занимает больше времени чем сама готовка готовка что-то поставил кастрюлю включил огонь засек время и все пошел подтягивать пивко еще чего там покрепче кстати вы там пьете нет я так вообще на отрезвую голову все это делаю делаю даже не знаю как и получится пришел с охоты поэтому трезвый так бы да пивчика бы я бы сейчас правда холодно подъеду еще ладно просто нет так картофан картошку мы будем стругать не мелко и не натертой достаточно крупными частями можно тоже на четыре части потом такими крупненькими нет смысла шинковать до прозрачного слоя потому что там она в казане очень хорошо приготовиться и крупными частями она вкуснее не знаю почему так она есть попробуйте не пожалеете крупными частями так скажу почему не разбегаться все в кучу так еще у нас принципе остался не почищены сладкий перец черный перец тоже пойдет туда кто готовит в афганских казанах знают но если не знают то скажу что приправы добавляем потом потому что так как готовится закрытым пространстве приправа получается слишком ядреной то есть если в обычное блюдо добавляете скажем чайную ложку там какие-то приправы при том же объеме в афганском казане вам надо не знаю разу может 4-5 меньше ну и она как бы немножко переготавливается нету такого нежного запаха вкуса приправы она везде там как бы в еде она должна витать поэтому в афганские казаны когда уже еда приготовилась уже его сняли с огня выпускаем пар открываем крышку под советское информбюро под советское информбюро что-то важное пришло ну не война конечно хотя все может быть сейчас на Украине ничего знает что творится до войны не дойдет там миликосы просто не знаю по-моему скоро туалетная бумага кончится от страха так вот о чем я а о приправе приправа приправа должна витать в воздухе а не так вот чтобы впиталась во все что можно поэтому сняли афганский казан с огня подождали немножко скинули давление скрываем крышку закладываем приправу и закрываем заново на какое-то время ну пока вы там на стол накрываете сюда проходит какое-то определенное время приправа работает ну и все и как бы на стол вот в таком плане приправа добавляется в афганские казаны как бы там минут 5-7 до готовности ну 10 минут до готовности добавляем приправу так перчик почистил можно можно в принципе нарезать небольшими длинными дольками дольками ну в принципе можно еще там на три части вот так крупненько вообще шурпа она такими крупными кусочками все идет нет такого что все должно быть мелкое типа суп пюре ну это как бы второе блюдо с жидкостью так это мы тоже наш перчик положим вместе с луком и с морковкой попозже чуть-чуть через пару минут я вам объясню почему так в принципе все готово нашинкованное можем делать в принципе практически закладку остался один нюанс нам нужно разжечь чудо-печку вы пока стоите опять попейте чайку а я разожгу чудо-печку забыл еще для резинки надо добавить чесночку немножко постригаем вот так немножко его постригаем вот так вот так и две крупные головки вернее не головки а эти самые дольки а то вы подумаете Головки Потом будете меня проклинать Посоветовать Так, ну вот, чудо-печка горит Делаем закладки И чуть-чуть в сторонку Всем подвинуться Кому-то скорая спешит Итак, закладываем туда все Как бы это выразиться По-моему, к покойникам собака водит Блин Ну да, ладно Так, короче Закладываем туда слоями Ну, можно, конечно, потом так перемешать Но лучше сделаем слоями То есть картошечки на дно Утка Перчик с морковкой Ну и лучок, конечно, там тоже у меня постругленный Так, посыпаем Ну и все по кругу Картошка Утка Что-то картошки маловато как-то Утки, по-моему, даже больше Так, лук, морковка, керчик Картошка Красиво там все выглядит Как натюрморт какой-то Эх, вкусняшка-то будет Вы там облизывайтесь Я потерплю еще какой Часик Полтора, наверное, даже Попробую эту вкусняшку Ну вот Закладка почти готова Даже, в принципе Ее, можно сказать Уложился В лимит Лимит Это значит Заложил На две трети Казана Как по правилам Положено Полное нельзя Нужно оставлять Место для Пара Иначе рванет это дело Будет как фугас Кто не успеет спрятаться Того, естественно, заложен Так, ну а сверху Чесночок Теперь нам осталось посолить Потому что соль-то Нужна Я как-то человек Как думаю Ложка Вот она В принципе, могу без соли есть У меня лишь бы не пересолена была Так, раз чайная ложка Так, раз чайная ложка Два чайная ложка Для меня хватит А вы не знаю как Добавить-то всегда можно Логично Ну так вот Я как бы человек Готовящий, можно сказать, практически без соли Есть соль, ем Нету Ну и фиг с ней Лишь бы не было пересолено Так Сейчас я вам покажу Вот этот натюрморт Вот, пока еще светло Так, куда он зим-то поплыл Пока еще светло Все это можно видеть А то сейчас солнце зайдет Вот смотрите Как все это выглядит внутри Красота, не? Логично Для того же мнения Красиво Обалдеть Так Печка наша готова Практически Вот она Все горит там Да, вот Закат Скорость темнеет Е-мое Ну ладно У нас есть фонарь Туман тоже ждет шурпу Да Шурпу он все не попробует Вкусняшка Ну что, мне осталось совсем немного Мне нужно залить родниковой воды туда И поставить на огонь Ну вот Я думаю хватит Хотя можно еще чуть-чуть Короче закладка Слегка покрылась водой И этого достаточно Можно немножко распределить Потому что Утка кое-где всплывает Ну вот Ну вот Сюрая правда Ну ничего Вот так это дело выглядит Залитой родниковой водой Вот Чуть-чуть сверху В закладке Все, что-то закрываем И ставим на огонь Так, закрываю я крышкой Клапана по бокам Сверху Ставим упор Ну и фиксируем Без фанатизма Слегка Все Можно ставить на огонь Тяжеловатый Темнеет прям на глазах Пришлось подсветку даже включить Ну процесс идет Сейчас большим пламенем Доведу до кипения Тогда уже через клапана Слегка начнет Пару ходит Значит Процесс пошел кипеть Тогда буду убавлять огонь Ну, в сторону раскину Любая Сверху подкину Ну и потом где-то Часик Я думаю, часика будет достаточно Для дикой утки Свет есть у нас Шурку Увидите в конце Не беспокойтесь Приправу мы потом добавим еще Когда Через час все будет готово Ну, в смысле, когда уже кипит Сейчас протикает Как в 17 днае невесты Добавлю чайную ложку Перца черного Чайную ложку Куркумы И чайную ложку Корей Это вот на этот объем Вы можете добавлять меньше Но если объем у вас меньше Либо если у вас больше Тогда больше Это вот такие пропорции Все Пойду пить чай Хотя, в принципе, можно было бы даже горячего венчика Я думаю, сейчас уже Минус два таких Этой ночи вообще минус четыре было На охоту минус четыре сходило утро Все белое Туман искупался И ничего так Ну вот Огонь Облизывает казанок Пламя большое Закипел Слышу по звуку Как работают клапана Делаем отчет Один час И потом Снимаем с огня Добавляем приправу Красиво, не правда? Сам радуюсь Положительные эмоции в нашей жизни Очень важны Важно не только добыть Пищу Те же уток Ну и приготовить надо уметь Еще подождем часик Снимаем Те же accussal Положительные эмоции Положительные эффекты До новых встреч Субтрvenant Погорелова Представлял Те же уток В Собирам красиво особенно низко жена аж светится красным вы не подумайте не раскален с трубой тоже пламя такое гонит что можно туда тоже чайничек какой поставить кипятить чайку себе хорошая печка ну вот пламя немножко меньше стало процесс идет вот вы если видите с клапанов периодически выходит пар то есть все в порядке все кипит если конечно там с клапанов как с паровоза валясь тогда конечно многовато и все может плачевно закончится рвануть надо будет уменьшать тогда пламя ну либо снимать на какое-то время казанок с огня но вот такой периодический дымок это нормальное состояние афганского казана когда там все готовится ну и слегка шипит так что все просто принципе до такой кондиции доводите когда периодически дымок идет клапанов нормально если с одного клапана идет как бы фар а с другого нет это не говорит ни о чем что неисправно не парьтесь все нормально работает клапаны одинаковые повесы одинаковые они в районе 25 грамм если будет тяжелее то давление будет больше чтобы их поднять зависит от того почему один как он работает а другой молчит как бы это зависит от того в какой стороны пламя где больше нагревает ну и какой стране как бы еда больше расположена ну например второе готовите там гарнир какой-то или жарить чтобы то есть у вас на одной стороне больше ригиды другой как бы меньше имеется там где больше жидкости с той стороны будет пар валить сейчас как бы шурпа готовится то есть все равномерно вы сами видели я показывал все разложено слоями водичка аккуратно залита ровненько то есть все ровно и поэтому пар идет одинаково то есть с одного клапана что с другого все хорошо еще подожду немножко надо будет чуть-чуть подтянуть насчет того что если вы там прозевали слегка ну не подкинули во время дровишек огонь тухнет не парьтесь по поводу этого потому что казанок достаточно толстый у меня стенки тепло он держит ему хватает потом когда вы пойдете принесете дровишек и кинете ему буквально там чуть-чуть и надо чтобы опять стартануть а так принципе он там млеет чуть-чуть кипит как не как бы не активно сильно то есть нету паровоза но все равно там все процессе нормально все кипит там так что не надо с вами голову бежать там не искать дрова и срочно подкидывать вот и опять про запахи идет пар из клапанов и запах шуфы просто отпад я представляю какая она будет вкусная так же как и в узбекском казане чугунном готовишь тоже крышку снимаешь даже не снимая что хоть она и тяжелая крышка чугунная все таки и все равно из под крышки как бы пробивается самая пар и до запахи вокруг стоит все в округе ходишь слюнки текут а когда уже открываешь там крышку и помешать там вообще классно так и здесь вот рядом я сейчас хожу там периодически откидывает там по чуть-чуть и пар идет клапанов запах обалденный ну вот 50 процентов готовности полчаса прошло ну вот как я вам говорил видите практически там ничего не горит и тем не менее клапана работают пар идет там все внутри кипит вообще не надо соль на голову бежать за дровами подкидывать там все хорошо толстые стенки указана все нормально там кипит внутри ну вот как бы все на командирских один час прошел запах конечно аля шурпа пора снимать с огня берем перчатки потому что это дело горячая снимаем с огня еще доходят немножко подождем когда давление спадет откроем крышку и добавим приправ осталось подождать пару минут можно конечно в наглое открыть клапана придержать рукой как некоторые вставляют вилку внизу куда спешить еда будет только вкуснее от времени это как хороший коньяк с годами становится лучше смотрел на градусник 0.2 градуса хотя по ощущениям минус 5 утром на охоте минус 4 было и тут полно теплее было ладно подождем ну вот как бы все минут 7 наверное прошло можно приподнять клапана если ничего не выходит то в принципе можно вскрывать крышку в противном случае ее сорвет и еда попрет сбоку так моя перчатка в принципе довольно плотно прикипает крышка поэтому здесь сделана ручка такая снимать могли бы две сделать чтобы удобнее а запах то запах не то слово сейчас я по-быстрому закину приправки черный перец чайную ложку без фанатизма давай уже засыпайся так есть первый пошел как говорят у нас карри тоже чайную ложку так давай открывайся еда ждет так чайную ложечку есть ну и куркума то же самое чайная ложечка полезные вещи кстати для организма человеческого все теперь по-быстрому это дело перемешать и снова закрываем крышкой пускай это дело там потомится можно конечно завинтить чуть-чуть можно просто положить крышку все минут 5-7 в принципе мне это все готово я уже сходил принес свою любимую тарелочку ложку и хлебушек черный вот так в принципе пока ходите туда-сюда стол накрываете там все это дело томится и приправы работают и все можно подавать на стол ну я так полагаю пора приступать к трапезе время прошло накладываем любимую мою тарелочку есть контакт запах-то какой сразу пошел не то слово сфис-фиски взяли вы не можете почувствовать запах особенно попробовать все это дело немножко жидковато но я люблю погуще правда сейчас я вам покажу запах не обещают ну вот шурма из утки вот какая внутри классная шурма в общем всем приятного аппетита я пока накрою пускай дальше томится еда находясь в казанах что вот в афганском что в узбекском в горячих еще казанах она доходит и становится еще вкуснее ну что осталось попробовать не то слово мне даже не только слов у меня букв нету горячая как раз поморозится хорошо и все умерло как бы и перчик и куркума и карри и соль тоже угадал в общем просматривайте видео смотрите какие ингредиенты я закладывал туда в каких количествах вот найдет объем 15 литровый казанок ну и от этого соответственно отталкивайтесь от своих казанов от объема утка конечно тоже обалденная запах именно вот утке тоже передается блин ничем не сравнимая вот закрой глаза тебе дать утку и ты ну вот охотник он всегда скажет что это утка ну вот корточки пошли утка в принципе жесткое мясо долго надо готовить вот час в казане и прям с костей просто слезает приготовилась идеально ну кости конечно не разваливаются кости кости будут очень крепкие поэтому собакам нельзя давать куриные я даю многие скажут нельзя я даю причем сырые спинки куриные даю раньше он раньше он ел только вареное я ему кашу варил с курицей но он привык ну когда молодой еще щенок был ну и привык к вареному дал как-то думаю ну пора к сыром привычать даю не нифига ни в какую взял горелки обжег подкоптил дал ну одну часть с одной стороны подкоптил с другой сырой и все съел и как бы вот так повелось что сырое и стал есть все с удовольствием сейчас так холодно в микроволновке подогреваемую кашу с куриными спинками и вот с удовольствием хавает сейчас останется немножко тут уточек коже ему дам шурупу и съест то что здесь перец есть это для него не важно как-то делал салатик там был капуста морковка свеклу не было да капуста морковка была и перец болгарский сладкий был оставил тарелку где-то на низкой то ли на таборетке то ли еще где-то пока чем-то занимался в прихожую салатикой нету слезнул ладно мы открепились пора заканчивать видео и так оно долго длится и я хочу пойти в тепло там это дело употребить на пользу организма в общем всем приятного аппетита сейчас уже вечер все уже приследнились с работы сидят за столами там жены подруги накрывают вокруг бегают хлопочут еду ну кое-кто из мужиков сами готовят вот как я я в принципе готовлю сам без проблем в общем всем приятного увидимся в новых видео это была супа из уток в афганском казане всем пока пока Продолжение следует...